Девушки отдыхают Матерь Божия здесь сама смотрит за нами, сама хранит. Богородичные иконы на протяжении тысячелетий оказывались в центре самых важных событий истории нашей страны. Французы увидели на небе лик небесной Мадонны, который рукой указывал им на запад. Откуда пришли, туда и возвращайтесь. Обычные люди становились свидетелями чудес в своей личной жизни и обращались к Богу. Моя хорошая, это Богородица, которая тебя спасала, ты моя зая. Это действительно случилось чудо, ну просто неописуемое чудо. Как Божья Матерь действует в нашей жизни сегодня? Она помогает всем, кто к ней обращается с верой, с надеждой. Она сказала, что очень многое надо, чудеса к Богу будет, чудеса. Истории икон и истории людей в документальном проекте «Лики Богородицы». Не верится до сих пор, я иду по этой святой земле, чтобы преклонить колени перед ликом Богородицы Донской. ВОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОЧЕНИЕ Да, волнительное ощущение так получилось, что я первый раз в метро, как в восьмиэтажное здание. Невероятно. На Дону, Донской столицы, обычный транспорт, конечно, метро нету. Наверное, хороший был бы опыт перенять. В Москве, будем надеяться, на самом деле непривычно спускаться с такой высоты. Евгений Димитров приехал в Москву из Ростова-на-Дону. У него была давняя мечта – съездить в столицу, чтобы поклониться самой значимой для него святыне – Донской иконе Божьей Матери, которая наравне с Владимирской считается главной защитницей Руси. А многие искусствоведы называют ее вершиной всего, что когда-либо было создано человеком – чудо-явление нетварного света через икону. Донская икона Божьей Матери – пожалуй, одна из самых красивых икон в нашем древнерусском наследии. Хотя ее приписывают знаменитому Феофану, греку, все равно это наше наследие, потому что она была создана в России, хоть и греческим мастером, но составляет золотой фонд русской иконы, потому что на нее потом равнялись, на нее смотрели. Она понятна, она красива, она гармонична в близком нам смысле этого слова. Она почти как мы. И одновременно с этим она совсем не такая, как мы. Вот эта плоть, которая так правильно, объемно выверена, эти повороты, лишенные каких-нибудь искажений и деформаций. Все как у нас, но только все это наполнено вот этим самым не нашим сиянием, сиянием не нашего мира. Несмотря на то, что донскую икону пристально изучают уже много десятков лет, она по-прежнему хранит свои тайны. Среди всякого рода уникальных особенностей есть еще одна деталь, вот этой знаменитой буквы на орнаме. Мы, кажется, уточнили это прочтение как бы с общими силами, но от того, что мы ее прочли, понять ничего не стало. Скорее всего, это зашифровано по принципу ОК-стиха, то есть это начальные буквы каких-то слов, каких – непонятно. Удивительный образ вот уже более чем 90 лет хранится в Третьяковской галерее. С начала 90-х годов прошлого века раз в год, 1 сентября, в день празднования иконы, ее привозят в Донской монастырь для поклонения. Накануне собирается реставрационный совет из экспертов, который решает, можно ли вывозить столь ценный памятник из музея. В случае положительного вердикта икону помещают в специальную герметичную капсулу. В определенный момент времени капсула раскрывается, она вносится в депозитарии, в тот самый музейный климат, который нам необходим, она наполняется тем воздухом, который нам нужен. Далее икона аккуратно, со всеми мерами предосторожности, вставляется в эту капсулу, и она герметично закрывается. Затем капсулу закрепляют в транспортном пенале из антивандального противопожарного титанового сплава, чтобы можно было безопасно доставить икону в монастырь на специальной машине. И здесь нам всегда помогает город, куда мы обращаемся с официальными просьбами, нам организуют необходимое количество вооруженной охраны, машинное сопровождение, и большим кортежем мы под звуки колоколов въезжаем в Донской монастырь. Музыка. 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 Все время день и ночь рядом с образом дежурят сотрудники Третьяковской галереи. Искусствовед Ливон Нарсисян находился там 12 часов. И все это время к иконе подходили желающие поклониться. Евгений Димитров не смог приехать к Древнему Лику 1 сентября. Ежегодно в этот день он служит в храме перед другим образом Донской иконы. С ней, а также с самой Богородицей, у казака связан случай, который полностью изменил его жизнь. Я родился в Краснодарском крае, в казачьей станице Должанская. Замечательная станица на берегу моря. Казачьи традиции отличаются от других регионов особым отношением, колоритом, соблюдением православных праздников. Опять же, это колоритный разговор, это казачья балачка, язык. Очень замечательная кухня. Наверное, нету вкуснее кубанского борща нигде. Моя бабушка Шура говорила про борщ. Борщ должен быть такой, чтобы ложка в нем стояла. Несмотря на то, что с детства Евгения воспитывали в православных традициях, особенно верующим он не вырос. В храм ходил от случая к случаю вплоть до 2015 года. На тот момент я работал на руководящей должности в фирме серьезной. Ночью я просыпаюсь, это и в последствии, конечно, понял, что это как-то сон был или не сон. И дверь, которая выходит в коридор, открывается, и там нет коридора. Там невероятное такое место, небо такое замечательное, синее такое вот просто бездонное. Природа, деревья. Если вот весной вы выходили, вишня цветет. Вы видели, как такие белые цветы невероятные. Но самое главное, что поразило Евгения, это видение сияющей женщины. Я лица не видел, помню, вот что у меня отложилось, темные волосы длинные, в белом одеянии. И она протягивает руку, зовет меня, поднимаюсь и бежать туда. И я вижу, что я не взрослый человек, а я маленький ребенок бегу. Настолько оно все реалистично. Я подбегая к двери, туда не зашел, увидел все, что вот внутри там. Это настолько вот непередаваемое ощущение вот этой красоты, цветения, насыщенной весны, вот этих запахов. В этот момент Евгений проснулся. Не просто проснулся, у меня слезы текли, я не мог остановиться. Я взрослый человек, отслуживший в аммоне, я прошел бой серьезный. Чтобы я заплакал, такого не было бы. И я не могу остановиться, у меня текут слезы, я навзрыт. Я схватил первопопавшись, у меня то что-то было, я сломал рукой, чтобы остановить себя, чтобы не разбудить ребенка и свою жену, которая была рядом. Через три дня Евгению позвонил старый знакомый, который работал в епархиальном управлении, и сказал, что им очень нужен человек в отдел по работе с казачеством. Хотя зарплату там меньше осветили, чем я зарабатывал, но у меня абсолютно не было сомнений, что накануне случившееся вот это отведение, сон, это было приглашение, что я нужен. Я, не задумываясь, написал заявление на увольнение и пошел работать. На вопрос о том, как донские казаки связаны со знаменитой иконой Богородицы и почему она носит такое название, отвечает предание. Согласно вкладной книге Донского монастыря, составленной в 1692 году, именно этот лик был в 14 веке поднесен донскими казаками из города Сиротино князю Дмитрию Ивановичу. Более ранних сведений об этом событии нет, а сами казаки впервые упоминаются лишь в 15 веке. Но Евгений уверен, что его предки защищали южные границы Руси задолго до упоминания в летописях и также издревле поклонялись донской иконе Божьей Матери. Доподлинно известно лишь то, что князь Дмитрий, впоследствии прозванный Донским, действительно молился перед неким образом Богородицы в 1380 году перед Куликовской битвой, и одержал победу. Донская по традиции считается, что это та икона, которая была на поле Куликова. Но все-таки исследования показали, что она написана на десяток, а то и полтора позже, чем Куликовская битва. Напомню, Куликовская битва была у нас в 1380 году. А эта икона, скорее всего, в середине уже 90-х годов, то есть ближе к концу. Вполне вероятно, что она была написана в память о той иконе, которая сопровождала Дмитрия Донского на поле Брани. Происходит она из Коломны. Исследователи предполагают, что икону для Успенского собора в Коломне заказала жена Дмитрия Донского, княгиня Евдокия, будущая святая Ефросинья Московская, уже после кончины супруга. Коломна была значимым городом для князя. Здесь супруги венчались, здесь Дмитрий Иванович собирал войско перед сражением на Куликовом поле. Есть версия, что в росписи Успенского собора принимал участие знаменитый Феофан Грек. Он стал ярким участником удивительного явления средневековой Руси, которое Дмитрий Сергеевич Лихачев называл предвозрождением. Вторая половина XIV века – это период очень интенсивного подъема во всех областях жизни Руси. Это эпоха собирания земель, это период уже консолидации, формирования новой, очень активной государственности и расцвет монашества. При этом и в европейской системе отношений Русь являлась важнейшим игроком. У нас представление очень искаженное, если мы считаем, что Русь отдельно, а все остальные отдельно. Русь – колоссальнейшее государство, которое всегда вело очень активную и политическую, и дипломатическую жизнь, и культурную жизнь, нам просто не очень знакомо. Реальная история Древней Руси, которая радикально отличается от тех былинных представлений о Красном Солнышке, что вот где-то такие были сплошные гусли, а потом вот началась какая-то сплошная Европа после Петра. Ничего подобного. Это была абсолютно единая, общая европейская жизнь. Из-за падения всех православных государств под напором Османской империи Русь стала центром притяжения для деятелей культуры из других стран. Сюда приехало большое количество византийских и балканских художников, включая знаменитого Феофана Грека. Все это движение породило небывалый расцвет творчества, в том числе внутри богородичной иконографии. Именно тогда и была создана Донская икона Божьей Матери. В ней необычно все. К примеру, образ относится к типу умиления, когда Богоматерь обнимает младенца Христа и прижимается щекой к его щеке. Но это изображение сильно отличается от привычного. При том, что там соприкосновение щек имеет место быть, самих объятий там по сути нет. Младенец Богоматий не обнимает. Он в одной руке у нас держит фиток, а другую как бы постирает к ней в благословляющем жесте. То есть это как бы то, что мы обычно видим в типах одегитарии и ее многочисленных разновидностей. Таким образом, в Донской иконе оказываются соединены разные иконографии. Что же этим хотел сказать автор? Основной смысл той иконографии, которую мы называем умилением, идея жертвы. Главное мысль, что вот эти объятия, они как бы про оба с объятий Богоматери и мертвого Христа, лежащего во гробе. Сам плач Богородицы, который у нас на Страстную Пятницу исполняется, она говорит о том, что мне бы тебя с Христа снять и прижать к себе, как я это делал в детстве. И эта жертвенная тематика, она там непременно присутствует, непременно прочитывается. Но в случае с Донской она соединяется с совершенно другой тематикой, с тематикой триумфальной, потому что Христос, который одной рукой благословляет, а другой держит свиток, это Христос Вседержитель. Мы видим на равных сочетание двух идей. Идеи жертвы и идеи вот этого царственного триумфа, Христа как небесного царя. Кроме того, Богоматерь не просто поддерживает Христа, но она рукой, это уж совсем такой необычный признак, она сжимает вот эти вот самые неиспадающие складки одежки Богоматери. И совершенно очевидно, что тип этот уникальный, сочиненный, специальный, для того, чтобы выразить какую-то мысль, какую-то идею, какую-то программу. Чтобы правильно понять идею этого необычного лика, важно вспомнить, что Донская икона двусторонняя, на обороте у нее написан образ успения Богоматери, но и он тоже необычен. В центре этой иконы находится огромная фигура Христа, которая, вообще-то говоря, раза в полтора выше, чем все остальные персонажи. И она еще как бы и масштабно выделена вот этой вот огромной славой, которая прям всех накрывает собой. Получается, что даже скорее не успение Богоматери, да, перед нами, а явление Христа, шедшего с небес, за душой Богоматери. Общее представление о смысле Донского образа можно получить, соединив все три иконографии. Тогда перед нами возникает целостная картина спасения человечества. Лицевая сторона у нас про то, как вот предвечный Бог, небесный царь, второе лицо Троицы, сошел через посредство Богоматери с небес, чтобы совершить свою искупительную жертву во имя человеческого спасения. И оно осуществилось, говорит нам оборот, потому что уже через посредство Христа Богоматери теперь из мира земного поднимается в мир небесный, указывая всем остальным вот это вот самое направление движения. И если он царь на обороте, то она царица, да, и она предстает перед ним, как вот в тексте 44-го псалма, да, предстает царица одесную тебе в ризах позлощенных. А уж в золоте на ризах недостатка нет. Она снова царица, да, на сей раз царица небесная. То есть, понимаете, это очень многослойная иконографическая программа, очень тонкая, очень ученая. Другая особенность иконы – выражение через нее богословских идей 14-го века. Речь идет об учении святителя Григория Паламы о сущности и энергиях Бога. Оно предполагало, что человек может непосредственно вступить в богообщение через воспринятие нетварных энергий, божественного света. Это связывалось с особой монашеской практикой непрерывной безмолвной молитвы и сихазмом и вызывало небывалый интерес. Феофан грек принадлежал к такому течению Бизантии, который назывался «сихазм». Исихазм – от слова «эссихия» – молчание, постижение Бога слова через молчание, чтобы Бог сам внутри нас говорил. И вот это вот созерцание фаворского света или, как у нас говорили еще умное делание, Иисусова молитва – это все традиции сихазма. Важным шагом для христианского искусства стала попытка отразить эти богословские идеи в красках. Перед иконописцем стоял непростой вопрос. Как показать присутствие в материи нетварной духовной энергии, фаворского света? Как сделать так, чтобы было понятно, что это не реальный материальный свет, а это именно нетварная божественная энергия, которая присутствует в материальном. Не как-то отдельно от него существует, не извне приходит, а именно внутри вот этого материального присутствует. И, конечно, пик такого понимания, такого восприятия – это именно те самые 90-е годы и 14 века, когда создана Донская. Показать материальную плоть, наполненную нетварной божественной энергией, это, собственно, есть ее главная художественная идея. Тогда и была разработана система, которой художники пользуются по сей день. Это мог быть открытый свет, то есть такие как бы почти чистые белилы, яркие белильные блики, которые клались поверх формы. И это мог быть свет, как бы заключенный в самой живописной поверхности, ну, что вот создавалось это ощущение благодаря вот этой постепенной многослойной системе высветлений, из-за чего вот действительно зрительно возникает ощущение, что свет идет изнутри формы. Чаще всего сочеталось и то, и другое. Это было какое-то такое встречное движение двух световых потоков. Ну и Донская, она вот как раз вот в этом художественном пространстве находится. Один как раз из самых ярких примеров того, как вот, как преображается плоть. Сейчас сложно сказать, насколько эти высокие мотивы считывались современниками. Но очевидно, что икона сразу стала очень почитаемой. Правда, не как богословское откровение, а как защитница границ. В XVI веке ее перенесли из Коломны в Благовещенский собор Московского Кремля. Царь Иоанн Грозный взял святыню в Полоцкий поход, а после победы с нее сделали многочисленные списки. Одна из важных вех в этой истории связана с 1591 годом, когда войско татарского хана Козы Гирея стояло в Москве уже на Воробьевых горах. С Донской устроили крестный ход вокруг города, а затем усиленное моление в походной церкви. Мы с вами находимся на территории мужского стеропегиального Донского монастыря, посвященного чтимому образу Божией Матери, именуемому Донской. В конце XVI столетия она была принесена на это место в полотняную церковь преподобного Сергия Радонежского, перед которым часами молился царь Федор Иоаннович, чтобы Пресвятая Богородица помогла одолеть крымского хана Козы Гирея. Здесь стоял стан русских войск, в нем находилась икона, и благодаря этой иконе была одержана победа. Монастырь построили прямо на месте стоянки военного лагеря. После победы икону вернули в Кремль, а для Донского монастыря написали список, который с тех пор не покидал обители. Сейчас мы направляемся к Малому собору во имя иконы Божьей Матери Донская. Это первое каменное здание на территории Донского монастыря. И он такой вот весь белый, легкий, воздушный, стоит на этом месте уже из малого 400 с лишним лет. Сюда была перевесена чтимая икона Божьей Матери Донская. За свои 700 лет истории Донская икона получила статус непобедимой воеводы. Через этот образ Богоматери молились во время нашествия крымских татар в 17 веке. С обращения к ней начались победоносные крымские походы под командованием Голицына. Прославилась Донская и при взятии Азова и Нарвы. Невероятное место. Невозможно в полной мере как-то оценить или передать те чувства, которые я ощущаю, находясь здесь. Мурашки по телу идут. Насколько здесь пропитано все историей, духом, сверхъестественностью, вот такой благодати. Не верится до сих пор. Я иду по этой святой земле, попал сюда, чтобы преклонить колени перед ликом Богородицы Донской, заступницы Донского казачества и святыни нашего Дона. Батюшка благословитель. Благословитель. Особое почитание казаками Донской иконы сохранилось на протяжении столетий. В 2015 году оно ознаменовалось важным событием. Впервые из древней иконы Донской был изготовлен точный список для Ростова-на-Дону. Евгений оказался первым, кто принял лик на Кубанской земле. Это было как раз после чудесного сна с Богородицей. По невероятной милости Божией меня просят встретить эту икону. Я первый казак на Дону, который встретил на Донской земле, взял в руки икону с поезда на Дону и Донской Божьей Матери. Совпадение? Может быть, может и нет. Пришел поезд, везли эту икону в поезде в отдельном вагоне. Мне было страшно, потому что шел дождь, икона большая, и я боялся, чтобы у меня руки мокрые, чтобы мне не соскользнуло, и не уронить икону. И единственное, на тот момент, вроде бы, вот, надо как-то вот с радостью Бога вдохновенно. А единственное, о чем я молился, Господи, хотя бы не уронить, Господи, хотя бы не уронить. После молебна в Ростове-на-Дону, на Соборной площади перед Кафедральным собором Рождества Пресвятой Богородицы, к иконе подошло поклониться почти 7 тысяч человек. А жизнь Евгения с тех пор кардинально изменилась. Он не только ушел с прежней работы, но и отучился в семинарии, после чего был рукоположен в одиаконы. Все вместе это помогло переоценить свой путь. Служба прежняя, она давала отпечаток на сердце. Я, наверное, был озлобленным человеком. И мои родственники знали меня таким вот, как-то относились к определенной опаской ко мне, может быть. Вот это явление, как толчок, оно полностью изменило мою жизнь. Дело в том, что мои родственники, которые меня давно не видели, заявили, что, Женя, ты изменился полностью. Ты прям стал другим человеком. И вот сегодня, сейчас я попаду в это замечательное место. Спасибо тебе, Пресвятая Богородица. Слава тебе, Господи. Ну, будем надеяться, все у нас получится. Аминь. Я могу полностью с уверенностью даже сказать, что вот эта вот встреча с Богородицей, она полностью меня изменила. И честно, я в этом плане сказать, почему Богородица меня выбрала в этом служении, или почему она меня обратила свой взор. Я до сих пор иной раз признаться думаю, что я самый какой-то недостойный среди всех. И как так получилось. Я не могу сказать. Богородица Аминь. Да. Богородица Богородица ... ... ... ... ... ... Субтитры создавал DimaTorzok